Друзья, всем привет! Меня зовут Тимур и вы смотрите Сравнение. Это единственное шоу на Ютубе, при просмотре которого вы узнаете, какой из двух брендов лучше. Иногда вместо брендов могут быть игры, и поэтому в сегодняшнем выпуске вы узнаете, какая из двух игр для мобильных телефонов лучше. Gravity Defied или Trails Frontier от компании Ubisoft. Обычно я беру бренды для сравнения и специальной темы в группе ВКонтакте, но в этот раз я решил выбрать тему сам. Просто я вспомнил такую игрушку, как Gravity Defied. Ну, наверняка многие из вас ее застали, потому что она была придумана в 2004 году, и в нее играли практически все. Ну, она ее придумали, потом она победила в какой-то выставке там крутых айтишников, и очень-очень скоро стала популярной. В нее играли в абсолютно всех школах, во всех институтах, на тогда еще актуальных кнопочных телефонах. Trails Frontier это аналогичная игра от компании Ubisoft с сенсорным управлением, в которой можно играть на абсолютно любых сенсорных устройствах, и в том числе на PlayStation 4. Пожалуй, это самый лучший аналог в Trail Racing таких гонках, и давайте посмотрим, можно ли эту игру хотя бы примерно сравнить с классикой начала нулевых Gravity Defied. Суть в игре точно такая же, горки, сальты, мотоциклы, но есть два основных отличия. Во-первых, это графика, во-вторых, это управление. Ну, про графику, я думаю, говорить не стоит, потому что все-таки 10 лет разницы между играми, а управление сенсорное все-таки удобнее, потому что играть можно двумя руками, а на кнопках двумя руками играть достаточно проблематично. Gravity Defied, как игра 2004 года, считалась игрой с очень реалистичной физикой, и, к слову говоря, до сих пор ей считается. Поведение мотоцикла меняется, подчиняясь земным законам, и, например, при очень большой скорости его начинает трясти, а если прыгнуть с большой горки, то при полете будет учитываться ускорение свободного падения. В Trials Frontier такого, как и в физике в целом, практически нету, зато тут есть динамика. В Gravity Defied нету абсолютно никаких звуков и эффектов, нету даже фонового изображения. Trials Frontier выглядит очень динамично, и поэтому играть в нее очень и очень интересно. Ну и, или, по крайней мере, интереснее, чем в Gravity Defied. Также в игре есть цель не только проехать все уровни за максимально быстрое время, но и спасти вашу деревню от местных байкеров, проходя различные испытания и зарабатывая всяческие награды. В игре очень красивые и разнообразные уровни, но они абсолютно никак не настраиваются. В Gravity Defied вы можете включить или отключить перспективу, добавить тени, да и вообще там можно лепить свои уровни. И все это в игре 2004 года. А Trials Frontier не имеет вообще никаких настроек, кроме громкости. На самом деле, многие нынешние игры для смартфонов не имеют никаких настроек графики, но лично мне непонятно, почему, ведь если уменьшить графику, то уменьшится расход батареи. И почему в 2004 году этого понимали, а сейчас не хотят? Непонятно. Gravity Defied это очень популярная игра, и одним секретом ее популярности считается то, что она написана на Яви. То есть запустить ее в теории можно даже на калькуляторе. Наверное, именно поэтому разработчики продолжают выпускать различные моды. И, к слову говоря, если у вас Android, то вам повезло, и вы до сих пор можете поиграть в эту культовую игру на своем смартфоне. Ссылку на эту игру я, на всякий случай, добавил в описании к этому видео, так что скачивайте ее на ваше Android-устройство и играйте в культовую игру, которая помогала вам, ну или, по крайней мере, вашим родителям, убивать время в школе или в институте. В такие моменты я очень сильно жалею, что у меня не Android. Но зато у вас есть шанс сыграть в эту культовую игру, и я вам очень советую в нее поиграть, потому что она гораздо лучше своего аналога. Ну, он, правда, тоже хорош, и он чертовски хорош, очень динамичный и зрелищный, но он не лучше, чем Gravity Defied. Вы смотрели шоу-сравнение, и в следующем выпуске на вот этой стене появится логотип Gravity Defied. А если вы мне не верите, то подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте, чтобы лично увидеть следующий выпуск. А если вы уже подписаны на канал, то отставляйте комментарий в описании к этому видео. Меня зовут Тимур, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok